В рамках реализации региональной программы по расселению вевхого и аварийного жилья в Октябрьском районе Новосибирска на улице Крамского будут снесены два дома. В результате переселят 43 человека. Вообще же в рамках реализации очередного этапа этой адресной программы мэрия Новосибирска купила 360 квартир для переселенцев. Кроме того, на улице Степная строят новый дом, куда предполагается переселить 197 семей. Подробнее об этом далее в прецеденте. Сколько с вами уже домов из 20, которые в этой локации? На этой площадке 10 домов уже нет. На лучшие вот этот, вот этот и вот этот. В ближайшее время сегодня завтра. Я напомню, Антон Геевич, мы подписались под обязательствами завершить эту программу в 2023 году, хотя все основные массы регионов завершать будут в 25-м. Дома, которые признаются до 1-го дня. Аварийными до 17-го. Например, два десятка ветких двухэтажек на улице Крамского в Октябрьском районе были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2013 году. Спустя 10 лет семьям, которые в них проживали, наконец предоставили благоустроенное жилье в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах города. У нас программа на этот год 76 домов под расселение. По этой программе мы заканчиваем сейчас, ну не заканчиваем, мы сдаем уже дом на Степной. Это в Ленинском районе большой красивый дом, перспективный очень микрорайон, развивающийся рядом поликлиника. Ну и, конечно, не только на Степной, то есть еще покупаются квартиры, приобретаются, и всем будет предоставлено жилье. На эти цели были выделены федеральные средства в размере 1 миллиард 900 миллионов рублей. Еще 350 миллионов предоставила область. Город вложил 125 миллионов рублей. Опустившие деревянные бараки на улице Крамского снесут. В будущем на их месте построят новые современные дома. В будущем эта площадка пойдет, конечно, под застройку, под масштабные инвестиционные проекты. Мы только что об этом обсуждали. Эта часть Октябрьского района тоже будет интенсивно развиваться. Как отметил мэр, в следующем году расселение аварийного жилья в Новосибирске продолжится. У нас сформирована программа аварийного жилья, причем в большом количестве. 286 домов. Это те, которые с 1 января 2017 года до 2022 года мы признали аварийными. И, конечно, эту задачу надо будет в Новосибирске решать. То есть программа вот эта федеральная, она заканчивается в этом году. И, конечно, мы сегодня обращаемся к федеральному центру с тем, чтобы продолжить работу этой программы. Потому что расселить вот эти более 200 домов требуется более 10 миллиардов. Нашим бюджетом, я имею в виду городским и областным, сдачей самостоятельного в обозримые сроки не решить.